Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Китеца», «Китеца ла милхама», что в переводе означает «когда выйдешь на войну». Ну, и поэтому не случайно мой шарапейн говорит о заповедях, которые так или иначе связаны с построением государства, инфраструктуры и так далее. И в нашей главе приводится, на мой взгляд, одна очень забавная заповедь. Я, с вашего позволения, сразу с вами ее поделюсь и процитирую прямо из текста нашей недельной главы. Что означает, когда построишь новый дом, построить ограду на его крыше, и чтобы не было крови на твоем доме, и чтобы тот, кто должен упасть, с твоего дома не упал. Ну, считаю, достаточно очевидно, логично заповедь, говорящая о вопросах безопасности. Понятно, если у вас там пентхаус или бассейн на крыше дома, то вам нужно ставить окраду, чтобы никто не свалился. Но вы, я думаю, обратили внимание на странные сформировки. Говорится, что тот, кто должен упасть, с вашей крыши не упал. Не говорится о том, что нужно спасать того, кто должен упасть с крыши. Нет. Говорится, что вы свое дело сделали, ограду поставили, и чтобы на вас не было вины за то, что он упал. Ну, немножко странно, конечно, странно это заповедь, но, в общем-то, это заповедь, если посмотреть немножко глубже, она вживляет в наше ДНК то, что потом станет называться таким понятием, как еврейское чувство вины. Ведь представь себе такую ситуацию, да, какой-нибудь ненормальный решил заниматься паркуром, прыганием по крышам, именно в вашем районе, он прыгает по крышам, допрыгивает до моей крыши, и на моей крыше оступается, падает, ломается в решетке, чья вина? Нет, говорит Тора, ни в коем случае нет ненормального, который решил по крышам попрыгать. Нет, вина моя, что я не поставил ограду на своей крыше. Да какое отношение моя крыша имеет к этому ненормальному, который по ней прыгает? Именно в этом заключается более глубокое понимание этой заповеди. Эта заповедь инсталирует в нашу душу именно это понимание чувства еврейского, еврейское чувство вины, которое даже сегодня в современной культуре, искусстве настолько раскрыто. Да возьмите хотя бы дюжину фильма Буди Амена, который все посвящены именно разбирательству этого еврейского чувства вины. Представь себе там какой-нибудь отец, который на 12-летний, на 12-й день рождения подобрал своему сыну велосипедик, потому что у него не было деньги, до конца жизни он грызет себя и обвиняет себя в неудачах своего сына или Ребе, которые считают, что именно его проступки, его грехи, они приводят к мировым катаклизмам или еврейский революционер, который печется о судьбе всего мирового пролетариата. Немножко эгоцентричное, конечно, восприятие действительности со стороны нашего народа, но с другой стороны, ведь у нас есть свобода выбора и в любой момент мы можем принимать те или иные решения. И, конечно, вероятность короляции, моей судьбы, судьбой этого прыгуна по крышам, она минимальна. Но если бы я поставил эту ограду, то я бы спас его жить. И поэтому эта вероятность существует. И даже, если говорить о вообще ничтожной вероятности влияния одного человека в одной конкретной ситуации, поступка одного конкретного индивидуума на какие-то глобальные мировые процессы, но она есть говорить нам это заправить. Действительно, от нас многое зависит от каждого поступка. Поэтому, да, дамы и господа, в каждой ситуации, в любой момент, будь то на крыше, будь то на земле, мы принимаем решения. И эти решения, да, влияют на то, что этот мир станет хуже или станет лучше. Поэтому, дорогие мои дамы и господа, ставьте ограду на своей крыше и принимайте такие решения во всех ситуациях, чтобы сделать этот мир к лучшему. Всего вам хорошего. До встречи. Сладкий наступающий год. Пока.